Практически пять месяцев без тренировок провели игроки футбольного клуба «Саров». Наконец, после перехода нашего региона на второй этап снятия ограничений, после нескольких дней бумажных проволочек им разрешили выйти на поле. Практически одновременно с этим было принято решение провести чемпионат области. Первые три игры наши футболисты проведут на выезде. Затем запланирован домашний матч. Изначально Роспотребнадзор предъявил жесткие требования к организаторам турнира. Первоначально была сдача теста на ковид, то есть за 72 часа до начала каждого матча. Далее были прописаны, сколько процентов от посещения, от вместимости стадиона может посещать зрителей. Это 10 процентов. И обязательно присутствие болельщиков в масках, перчатках. И обязательно измерение температуры на входе в стадион. Примерно эти требования были предъявлены и в премьер-лиге футбольной, главной нашей страны. По-видимому, они все перенесли, не думая оттуда, не понимая о том, что любители не смогут просто сдавать каждый матч. Такие вещи, и просто бюджета никакого не хватит. Сейчас Роспотребнадзор требует от клубов, которые будут участвовать в чемпионате, сдать тест однократно. Однако и это решение не до конца футболистам понятно. Логика тут действительно мало присутствует, поскольку, ну, сдали мы тест за 72 часа. Но мы же не закрываемся на базах, как профессиональной команды, да, и полностью себя изолируем. Мы тренировались, пошли домой, пошли в магазин, где-то проконтактировали, возможно, не зная об этом. Ну, естественно, что человек, который почувствует себя плохо перед игрой, он, скорее всего, не поедет, да, вопрос ему остаться. Но смысл в этом тесте действительно пропадает. Бюджета у клуба «Саров» практически нет. Частично расходы берет на себя школа «Икар». Стартовый взнос, оплата питания спортсменов и транспорт. Также есть грант, на который наняли тренера. Часть денег пошла на разработку логотипа. Остальное потратят на афиши и билеты. Тех средств, которые есть в распоряжении клуба, не хватит на то, чтобы достойно конкурировать с другими областными командами. Ну, в основном, команды, конечно, которые наверху, это все-таки частные команды, да. То есть, города, ну, тяжело бюджет приписывать, если только глава города заинтересован и ему нравится футбол, он болеет этим. Конечно, он находит средства, он обязывает какие-то частные структуры, помогать клубу. Сумму, я думаю, что она очень сильно в области плавы, да, там, начиная, например, от частного клуба «Шахтер», который, возможно, я не берусь быть правым, там, думаю, порядка 10 миллионов они имеют, да. А если мы возьмем наш, там, это 500 и 700 тысяч примерно, это на обязательный расход, ну, миллион-двести. Вот, средняя команда, ну, то есть, конечно же, команды недалеко от нас уходят, там, ну, кто-то, там, по 3-4 миллиона имеет. Десять лет назад у Саровского клуба был один из самых высоких бюджетов по области. Тогда и места занимали высокие. Были обладателями Кубка, чемпионами области. Но с каждым годом финансирование урезали. Сейчас Саров уже не может позволить себе, например, легионеров. Чисто любительский, вот, уровень в Сарове, я не беру там, в Иксу, это, где в городе футбол больше, чем у московского «Спартака». Традиционно. 110 лет они здесь отметили футболу. У них школа работает, то есть, им хватает своих ресурсов, своими силами играть на чемпионат области. А другие команды, как там, «Шахтер», «Атлант», «Пишелань», там, 90% легионеров. И не только из Нижегородской области, а вообще из разных уголков страны, России, которые чисто живут в футболу. Поэтому шансов занять призовое место в чемпионате этого сезона практически нет. Задачи у руководства клуба сейчас другие. Ну, прежде всего, создать на этот год коллектив уже более-менее, чтобы был единый целый коллектив, чтобы уже как семья была, и от него уже там и в будущем, как говорится, плясать. Конкретных задач не ставим, но и, как говорится, не быть мальчиками для битя. Сам чемпионат пройдет в два круга. Команды сыграют 10 игр дома, 10 на выезде. Если матчи выпадут на декабрь, команды будут играть на нейтральных полях, где есть подогрев. Первые три матча Саров проведет на выезде. Первый домашний матч планируется в сентябре.